Что скрывал КГБшник Путин? Как его подставили спецслужбы? И как он наказал генералов? Об этом поговорим с экс-сотрудником КГБ, международным консультантом Сергеем Жирновым. Сергей Олегович, на самом деле на всем постсоветском пространстве вряд ли найдется эксперт более тонкий и разбирающийся в этой теме, чем вы. Поэтому именно с вами я хочу обсудить вопрос, много раз муссировавшийся, вопрос о борьбе между ФСБ и между главным управлением Генерального штаба Российской Федерации, который я дальше буду по простоте называть ГРУ, просто потому что так короче и привычнее. Итак, борьба ФСБ и ГРУ. На самом деле борьба между этими двумя структурами, точнее их прародителями, являлась чем-то обычным и нормальным в Советском Союзе. Борьба аквариума и борьба со Старой площадью. Борьба аквариума и лубянской площадью. Существование вообще двух или там больше служб, спецслужб, которые борются между собой, это в общем нормальная система. Это вообще у всех так, потому что они все борются, строго говоря, за бюджеты и самое главное за влияние на царя. Значит, Патрушев является серым кардиналом за спиной Путина. По устройству государственного Российской Федерации все руководители спецслужб напрямую подчиняются президенту. Они не входят, например, в структуру правительства Российской Федерации. То есть никакой там Мишустин, никакой Медведев, никакой Фродков им приказы не отдавал. Им отдает приказы лично президент. И, соответственно, каждый из них раз в неделю, или бывает раз в день, а бывает даже два раза в день, едет в Кремль, надокладывает к Путину, или в Ново-Окгарево, или в Бочаров-Ручей, или на Валдайсно, там, где он прохлаждается со своими любовницами и нелюбовниками, и докладывает, что там происходит в жизни. Но Патрушев пытается централизировать это все дело, под себя тоже поднять, потому что смысл такой, Путин человек ленивый, Путин не любит работать, и поэтому Путину надо принести папочку. Но в этой папочке должна быть бумажка, где большими буквами, вот такими же примерно, как у Кадырова, когда он там читал свое заявление Дон Владимировичу, там большими буквами написано на листик максимум, максимум полтора листа какой-то информации. И вот для того, чтобы координировать эту информацию, чтобы она была единообразна, чтобы она была понятна Путину, бумага должна быть посвящена одному вопросу, и на лист максимум на полтора, с пробелом в два, и с кеглем в 30. Вот, и вот этим занимается Патрушев. Дальше эти службы, конечно же, борются за то, кто как зайдет к президенту, и кто с чем от него выйдет. И это, кстати, Путин этим обожает заниматься, это очень хорошо, он это понял, это вещь, единственная вещь, которую он умеет делать. Вот он умеет их всех сталкивать, то есть он умеет встать на позицию мудрой обезьяны, которая сидит на холме и смотрит, как тигры внизу дерутся между собой за то, чтобы, значит, за ее влияние. И он такой крестный отец мафии, который разруливает конфликты между своими лейтенантами. То есть он генерал, лейтенанты или капитаны грыжутся между собой, а он, значит, разруливает, таким образом он не дает ни одному, ни одной службе встать над другой, то есть он регулирует, так сказать, их возможности раз. Он дает возможность, таким образом он получает, в принципе, должен был бы получать правильную информацию, потому что информацию, которую дает одна служба, она в любом случае становится необъективной, потому что эта служба очень быстро понимает, что он от нее хочет слышать, и начинает подстраиваться под него, а не докладывать правду. Для этого нужен конкурент, который скажет, вот они-то неправильно все рассказывают, на самом деле все вот так. Это вот по идее, как это должно было быть. А дальше проблема уже лично путинская начинается, потому что личная путинская проблема – это то, что, во-первых, у него не состоялась карьера во внешней разведке КГБ, ему очень хотелось стать разведчиком КГБ, он служил в Ленинградском управлении сначала просто юристом, потом его аттестовали офицером, потом он был в пятой службе, то есть политический сыск и политическая полиция, потом контрразведка, и потом в Каиеву, все-таки в 1984 году в Москву Косновенный институт послали, чтобы перефортировать его на внешнюю разведку, и у него это не получилось, потому что там состоялся срыв, он попал в какую-то историю, там был протокол в полиции, он гулял с Ралдугином по Ленинграду, там была драка, ему сломали руку, протокол в милиции, этот протокол пришел в Москву, и его пожурили не за то, что он в лес в драку, не за то, что ему сломали руку, а за то, что он попал в милицию. Шпион, шпион, это человек, это бандит, и поэтому нас учат не нарушать закон, а не попадаться, а он попался. И там решение, ему, кстати, психологи сказали, что у него очень большие психологические проблемы, у него комплекс неполноценности, и он может временами компенсировать этот комплекс взрывами непредсказуемых решений, которые несут опасность для него лично и для службы. И его не взяли на работу в разведке, его обратно отосказали в Ленинграду. По этому поводу он ненавидит службу внешней разведки, потому что ему просто неприятно слышать слово Ясенева, ему неприятно видеть этого Нарышкина. Почему он над ним издевался, кстати, 21-го числа? Это не только потому, что Нарышкин не был с ним согласен, и потому что Нарышкин не хотел этой войны, а потому что к тому же это шло от Нарышкина, той службы, куда Путин так и не попал. И он вообще ненавидит эту службу. Он временами вынужден туда приезжать, когда там было столетие нелегальной разведки, и открывали там какой-то памятник Ясеневу, он приехал, сказал там спич какой-то, но ему это противно. И вот когда, забейте, обратите внимание, когда он стал президентом, то он стал развивать. Он, во-первых, сменил руководство службы внешней разведки, там был Трубников генерал армии, ставленник Тримакова, он его снял, и он поставил Лебедева генерал-лейтенанта. Генерал-лейтенанта на службу внешней разведки. Он таким образом ее унизил, он сказал, что вы вообще недостойны даже генерала армии. И он сделал ставку на ГРУ во внешней разведке. Тогда министром обороны был его приятель Иванов, Сергей Иванов, которого, кстати, он тоже не любил, потому что Иванов дослужился без всякого Путина внутри структуры службы внешней разведки до генерала-лейтенанта. То есть он на самом деле тоже. И он был, во-первых, высокого роста, во-вторых, он был реальным шпионом за границу, в крипталистический мир ездил, и реально там дослужился до воинского звания генерал-лейтенанта. Иванов был максимально противоположен прозвищу Моль, насколько я помню. Высокий, статный, красивый, нелегал разведчик. Да, но он не был нелегалом, но он был разведчиком, и он был состоявшийся вполне успешной карьерой в разведке. Но Путин, кстати, в этом смысле, он мог наступить на горло своей песни, он назначил все-таки его министром обороны, потом главой администрации, и чуть не назначил его президентом. Потому что мы помним, что тогда вот была история Медведев или Иванов. Иванов в результате поиграл, а стал Медведев. И это тоже понятно, потому что Медведев глупее Путина, Медведев полный идиот. И при Иванове в 2006 году, вот я не знаю, помните вы эту картинку, когда Путин открыл новую штаб-квартиру группы. Суперсовременную, там стеклянные здания, потом показали какие-то там залы у них оперативные, все как в Америке. Все сделали как в ЦРУ или в Пентагон. А дальше, когда ГРУ таким образом выросло, главное разведывательное управление, нужно было кого-то придумать, кто будет ему противостоять. И противовесом, кстати, стало ФСБ. Потому что Путин, ведь прежде чем стать премьер-министром и прежде чем стать президентом, он сделался директором ФСБ. Для него это было огромным совершенно прорывом. Он тогда считал, что все, он достиг, кстати, топа своей карьеры. Потому что он вернулся начальником туда, откуда он вышел, куда его не хотели брать. Его не хотели брать в Москву, его не хотели переводить в Ясенева. Но он на Лубянку вернулся аж с начальником, директором ФСБ. И для него, конечно, это было огромной удачей. И там ему понравилось, потому что Путин, строго говоря, по своему психотипу и по своей форме мышления, он не разведчик, на самом деле. Он контрразведчик. Он, в общем, спецоперации, но на территории своей. Потому что, строго говоря, вы знаете, разведчик – это человек, который постоянно улыбается. Разведчик – это человек, который вас хочет обаять, завербовать и сделать своим другом. А Путин – это человек, который выходит с каменной мордой, показывает свои мускулы. То есть разведчик работает головой, а Путин показывает мускулы. То есть он обнаженный торс, в качалке, зал, где там качают мускулы, в том числе с медведем когда-то. А это не разведчики. Разведчик может быть такой хлипкий маленький мужичочек какой-нибудь, вроде Абеля Фишера. Который был вообще никем физически. То есть если там на улице его выпустят, то любой там пацан ему там в лоб даст, и он умрет. Но на самом деле он был великим разведчиком. А Путин таким разведчиком не является. И по этому поводу ему очень понравилось после СБ. И когда он стал премьер-министром, он тут же с Патрушевым организовал эти самые взрывы домов. И дальше пошло-поехало. А дальше обратите внимание тоже, когда он пришел к кандидатам на президентский пост там после Ельцина значит 31-го сменились они. И он начал войну в Чечне. И вот здесь он начал будем мочить в Сортире. Ну то есть какой разведчик, который вообще дипломат, который вообще там весь такой рафинированный, весь такой западный, весь такой по-русски, который говорит с западным акцентом. Извините, вот типа Познер, вот нам нужно такой либо припалтийский акцент какой-то, вот нужен такой финский акцент, это очень хорошо. Ну вот какой-нибудь западный или там немецкий, или германский, или английский, или французский, что угодно, но не совок, но не урка, но не уркаган, но не зэк, а Путин мочить в Сортире. Вот это не про разведку, это вот совсем не про разведку. А тем не менее ему делали значит имидж там типа разведчика. И дальше понеслась история значит ФСБ силовая структура стал силовой структурой. Внутри ФСБ они создали кстати службу разведки, то есть внешнюю службу, которой не было в КГБ. Ну она у нас была внешняя контрразведка, она была внутри ПГУ. Вот Калугин был один из самых известных начальников этой службы, она у нас сидела в Ясенево, она у нас сидела в ПГУ, и ее вывели как бы вот сейчас там совершенно отдельная отдельная организация, но у ФСБ появилась своя международная своя служба международная и потихонечку она стала вот этой пятой службой во главе с генералом Беседа. Беседой, да. Да. И дальше вот мы кульминацию борьбы ФСБ и ГРУ увидели на примере войны огненной фазы войны в Украине до 24 февраля, конкретно 24 февраля. Почему? Потому что, строго говоря, когда глава государства начинает войну, ему нужно советоваться с военными. а военные это группы, а военные это военная разведка. И самое главное другое, Путин боялся, чтобы вся эта спецоперация сорвется. Он еще не знал, будет начинать он войну или не будет. Поэтому он держал это в курсе. Поэтому вот мы выяснили, что там Лавров узнал за 2 часа ночью с 23 на 24, за 2 часа, то есть если в 4 часа начала бомбежка, значит ему позвонили в 2 часа ночи и сказали, что мы начинаем войну. Просто предупредили, как министра иностранных дел, что сейчас посыпятся на него всякие там санкции и прочие всякие вещи. А он ничего не знал о подготовке. Но чтобы ведь армия этот огромный аппарат, вот я вам начал говорить центральный аппарат, и плюс в системе ГРУ вся разведка армейская. То есть я не знаю, там вы у вас есть какое-нибудь там образование военное? У меня образование про прочитанный аквариум. Окей. Это, кстати, очень хорошее образование. Тогда вы все понимаете, потому что, значит, вооруженные силы, это там начинается взвод, взвод, потом три взвода рота. Три роты плюс еще чего там, или там четыре рота, это батальон. Дальше четыре батальона, это полк. Четыре полка, это дивизия. И в составе каждого есть развед рота, развед батальон и так далее. И все они подчиняются ГРУ. То есть в составе роты есть уже разведотделение, в составе батальона есть разведзвод, в составе полка есть развед рота или разведбатальон и так далее. И они все подчиняются ГРУ. И таким образом, даже в мирное время, на территории всех военных округов есть структура разведки, и вот даже я, как военный переводчик, после МГИМО, в принципе, я был связан с структуру ГРУ. То есть, если война, то меня ГРУ призывает в себе, потому что кому нужен переводчик с французским языком, да, в армии? Только ГРУ, то есть только разведки. И они вели разведку, значит, за границей, вот через эти совы загранных учреждений, с одной стороны, конкурируя с первым главным управлением КГБ, а с другой стороны, у них у всех военных округов и которые расположены близко от границы. Они все вели разведку по другую сторону территории своей границы. То есть, если вы в Средней Азии, значит, по Афганистану, Пакистану, если вы на Дальнем Востоке, по Китаю, да, и так далее. Вот. И по этому поводу структура ГРУ больше, огромная структура. А Путин вдруг принимает решение, что он на эту структуру при планировании своей войны не хочет базироваться. Потому что он боится, что они его придадут, потому что на самом деле, как выясняется сейчас, генеральный штаб вооруженных сил, Герасимов, не хотел этой войны. И они сделали слив. Помните, 31 января Леонид Ивашов со своей организацией вылез, значит, и сказал, что вот, там планируется война, это все очень плохо, нельзя ее начинать, если начнете, вы ее проиграете, если вы ее проиграете, развалится Россия, Путин, уходи в отставку. И тогда это была огромная информационная бомба, как он, и с ним же ничего не стало, его никто не расстрелял, не посадил, никакие, и до сих пор он живой, здоровый. И потом какой-то там полковник ходит даже к Соловьеву и рассказывает, как плохо воюет российская армия, или там, или Вагнер, или еще что-то. То есть это был, вот Ивашов, это был слив ГРУ. Да, это был слив ГРУ и Генштаба. И Путин понял, что на них нельзя положиться, и он положился тогда на генерала Беседу. То есть вот пятая служба. Пятая служба для чего была создана? Вот когда аннексировал Путин Крым, когда началась заваруха в Донбассе, которую Путин сам спровоцировал, он создал пятое управление ФСБ, которое начало работать по бывшим странам Советского Союза, но с враждебными целями. То есть, грубо говоря, начало вербовать, раньше было запрещено вербовать источников на территории Украины до 2014 года. А с 2014 года создали специальную службу, которая только этим и занималась. И которая начала ему нести туфту. Она начала, значит, беседы, ему стало рассказывать, что миллиарды истратили бабла, распилили, естественно, настроили себе дачу, накупили мерседесов и так далее. И рассказывали, все, вся Украина у нас в кулаке, мы все, всех купили, все на нас работают, все нас любят, все нас готовы, готовы выстелить нам красную дорожку, если что, мы придем, как в Крыму будет, с вежливыми человечками, никто не выйдет, ну там кто-то пошебуршится. При всем при этом, насколько я понимаю, а что говорила ГРУ об Украине, и никого не интересовало, это никто не слушал. Абсолютно. А ГРУ говорила, соответственно, поскольку между ними вражда, и поскольку Путин не хотел слушать ГРУ, а ГРУ не хотел этой войны, потому что ГРУ, на самом деле, понимал, что нет никакой армии. Нет никакой армии. Что нет никаких боеприпасов, нет никаких танков. Армату видели один раз на Красной площади, и то она заглохла. Они же понимали, что никаких вот этих супер-пупер-каких-то оружия ничего нет. Кинжалы есть, но их там 20 штук, но их там 50 штук, их там 100 штук. То есть, поэтому ими и стреляют, или поэтому ими и стреляют там раз в году, потому что их просто нету, мало их. И они стоят безумные бафлины. Вы, кстати, напомнили мне еще одну штуку, еще один пример войны между ФСБ и ГРУ, и достаточно яркий, о котором мало кто знает. 14-й год заваруха, точнее, вторжение на Донбасс, да, там, условно говоря, прокси силами. Мало кто знает, что Донбабве и Луганда были четко разделены между спецслужбами. Вот я их все время путаю, да, но мне кажется, Луганда была, курировалась ФСБ, а Донбабве курировалась ГРУ, или наоборот. Наоборот, наоборот. я все время путаю. Луганск – это ГРУ, а это очень просто запомнить, потому что министром обороны Донецка был Гиркин, а Гиркин – полковник ФСБ. ФСБ, точно, да, да. Поэтому ФСБ в Донецке, вот это вот, это такой мнему прием, значит, если вы помните Гиркина, а Гиркин – Донецк, Гиркин – ФСБ, значит, ФСБ курирует Донецк, а ГРУ, соответственно, Луганск. То есть это правда? Да, это правда. Это правда, безусловно, совершенно. И вот, кстати, оттуда уже пошло противостояние, потому что каждый, конечно, хотел говорить, что вот у нас правильнее, мы лучше работаем, мы лучше и так далее. И, кстати, это была правда, которая доказала свою правду на поле боя. Потому что, обратите внимание, Луганская область 98% захвачена, а Донецк – 55%. И в Донецке они продвинулись за год с лишним на 25 километров. То есть от линии огня, грубо говоря, нам Хаймарсом можно добить спокойно, даже не Хаймарсом, а даже Цезарем можно добить спокойно до Донецка. Даже до 30 добивают, если израильный. Даже Гаубица добивала до Донецка, да, правильно. И, соответственно, там эти самые грады какие-нибудь, которые на 40 километров бьют, они, конечно, добивали до Донецка и даже дальше. И в этом смысле, значит, Путин, когда он принимал это решение, он понимал, что, а, военные не хотят этой войны, а ему хотелось этой войны, и, соответственно, Беседа ему впаривал, что давай, давай, начинай, все отлично, потому что, на самом деле, никакой войны не будет, всех мы купили уже, все украинские олигархи наши, Зеленский вообще ничего из себя не представляет, вот, Украина только нашей ждет, а вообще нам выкатят, все будет как Крыму в 2017 году. А Беседа сам понимал, что информация, которую он дает, она неконгруентна, она нереальна, или нет, или он действительно искренне верил в Каравайи? Я так думаю, что, вы знаете, обычно бывает всегда офицеры, которые работают в поле, они все знают, они все понимают, вот те, кто реально собирает информацию, все-все-все-все прекрасно понимают, потому что они же понимают, что распил идет, они же понимают, что мы, то есть, вы делаете справку, я такой-то, такой-то, передал чемодан в миллион долларов, такому-то, но вы же знаете, что никакого чемодана вы ни к нему не передавали, что на самом деле вы распилили это с вашим полковником, с генералом, и просто каждый себе построил квартиру, дачу и купил Мерседес, вот, они, ну там, условно я говорю, да, вот, и что никакого чемодана украинская агентура не получила, и, соответственно, требовать от нее какой-то отдачи вы не можете, но, вы убеждены, что никакой войны не будет никогда, что это глупо, просто вести войну, потому что вы понимаете, вы на месте, внизу, вы понимаете, что завоевать военным путем страну большую, территориально, и в которой живет 45 миллионов человек, невозможно, даже России, невозможно, то есть вы можете завоевать, вы можете вкатить какие-нибудь там танки куда-нибудь, вплоть до Львова, да, вплоть до польской границы, там и до румынской границы, но вы там не останетесь, потому что там начнется партизанское движение, а в КГБ это помнили, в КГБ помнили УНАУПСО, который там 15 лет по закарпатским лесам, и это было, кстати, вот Путин забыл классику советскую, да, потому что, если вы посмотрите ошибка резидента, вернее, судьба резидента, да, где, значит, 69-й год, или там какой-то там 68-й год, классика контрразведки, и там, значит, один генерал другому генералу рассказывает, что типа, а я вот, помнишь, я этих кругов до сих пор помню, да, потому что я из них, из-за них звание решился, меня понедили в звании, потому что вот мы, значит, там банк разгромили, а круги ушли за кордон, стали в разведцентре работать, это вот про это, это вот про это, и Путин это не помнил, он не понимал, что вообще Украину, Украину нельзя держать в подчинении, ее можно завоевать, ее нельзя будет удержать, вот, люди, которые работают на земле, они это знают, но проблема заключается в том, что ты пишешь справочку, несешь ее своему начальнику, начальник ее показывает большему начальнику, тот показывает, и может дойти даже до директора, ну, там, в советское время до председателя КГБ, а дальше, а дальше спускается вниз, говорят, ты что, охренелся, парень, ты, ты, прекращай эти эти штуки, это вообще не проходит, потому что в советское время шло дальше ЦК КПСС, и если ты там правду какую-то там матку настоящую сказал, что в аппарате ЦК КПСС на тебя плохо будут смотреть, и по этому поводу потихонечку все это отлаживается таким образом, что ты знаешь, что написать, и внизу, внизу ты прекрасно знаешь, ты живешь в шизофритическом мире, ты знаешь, как в деле, как на деле, и ты знаешь, что надо писать, а вот человек, который докладывает, вполне возможно, что он знает только, что надо написать, что он уже забывает, как на самом деле. Вот тут вот этот очень важный, интересный вопрос, то есть получается, что тот же Беседа, условно говоря, и тот же Патрушев, они просто написали то, что Путину приятно будет прочитать, и то, что ему приятно будет. Да, конечно, 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 причем это они написали, понимая с рациональной точки зрения, что никакой войны начинать нельзя. Тем более, я бы сказал так, можно было, допустим, вот станем на их позиции. Хорошо, идет, затяжная война на Донбассе, и никакого продвижения нет, это, в общем, как Первая мировая война, вырыты окопы в полный профиль, с одной и с другой стороны, друг к другу, чтобы бомбить время от времени, никто никуда не может продвинуться, потому что железная система, там, все заминировано, все схвачено, и все. И то есть, законсервированный конфликт, который может продолжаться в десяти лет. беседа ему говорил, да никакой войны не будет, будет как в Крыму, войдем, нам, никто стрелять даже не будет, сдадутся, сложат оружие, потом мы там арестуем Зеленского, он подпишет капитуляцию, и все замечательно, все замечательно. И вот это ему рассказывал Зеленский, а Гру и Герасимов не были с этим согласны, скорее всего. Вот реально, для меня это феноменальная абсолютно штука, я себе только представляю, в какую глубину упало там сердце у беседы, когда, собственно говоря, война началась, и он понимал, что она началась из-за его представлений, из-за его справок, да, то есть тут, уй, это, наверное, самое нежное, что у него в голове произошло в этот момент, Да, конечно, конечно, причем он еще все-таки надеялся, потому что вот правильно вы мне задали вопрос, а он уверен был вообще в том, что он носил Путину, он верил или не верил, я думаю, что даже он поверил в то, что он ему носил, потому что, ну иначе с ума сойдешь, да, если вот ты понимаешь, что ты обманываешь шефа целыми днями, вот, поэтому он все-таки себя, наверное, убедил, что вот это будет именно так, а потом за ним пришли, а потом его в СИЗО посадили, его же в Лепортова посадили, потому что ему же сказали, ну все, ну вот ты это, и самое главное, ему сказали, мы, опять же, вот, не за то, что ты нас развел там на баблоны какое-то, миллиарды, это все распиливают, там все распиливают, Шойгу распиливают, все распиливают, все генералы, там вот это, там, абсолютно все армейские, все грушники, они все-все распиливают, но за то, что ты обманул, обманул, не сделал, не дал правильную информацию, вот, но с другой стороны, Путин ведь такой человек, который не признает никаких ошибок, ни своих, ни чужих, чужих, ну в смысле каких, ни своих, ни своего окружения, и поэтому дальше ему начали продавать идею, что нет, 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 все пошло не по плану, потому что за украинцами стоит НАТО, американцы, то есть там все серьезно, мы никакие это не украинцы, украинцы наши, они готовы с нами брататься, но им мешают американцы, им мешают французы, немцы, израильтяне, там кто угодно, марсиане, ну сам, и вот, и дальше вот этот нарратив пошел, и судя по всему, Путин он понравился, потому что ведь иначе надо сказать, что я дурак, потому что мы с вами начинали с того, что вся система спецслужб абсолютно вертикально и пирамидально зацикливается на Патрушева и Путина, и то есть сказать, что это мы неправильную систему выстроили, систему. Я не помню в советское время, несмотря на все противостояние ГРУ и КГБ, чтобы, например, была какая-то история, похожая на тело Скрипалей, ведь говорят, что именно ФСБ раскрутили историю с неудачным отравлением в Солсбери, именно раскрутили, то есть вот они подняли это, они выдали на гора, они начали сдавать имена, явки и пароли грузников. Вы знаете, нет, я думаю, что это немножко не соответствует действительности, потому что, во-первых, отравлением в Солей было задумано как публичное кайф. Это абсолютно не была борьба между спецслужбами, это было политическое решение. 4 марта, через 2 недели, первый тур президентских выборов 2018 года. У Путина очень плохой рейтинг, потому что он провел пенсионную реформу, и он упал в глазах всех пенсионеров, потому что он отнял у них деньги, повысил пенсионный возраст и так далее. И ему нужна была какая-то акция, и вот дальше, я так думаю, что вот тот же самый патруш, возможно, даже начальник групп тогдашний, я уж не помню, кто там был-то, они меняли, они, кстати, все начальники групп плохо кончили, вы знаете, они все умерли странным способом в довольно молодом возрасте. Вот их там было, по крайней мере, три смерти, довольно странные. Воздух плохой. Ага, да-да-да-да-да. В Саб-Квартире там плохой воздух. Вот. И тогда была задумана операция, чтобы повысить рейтинг. То есть нужно было устроить показательное мероприятие за границей, значит, смерть предательный, смерть. И поэтому, кстати, они надели парашюты, вот все как по стилю. Стирлиш шел в советской военной форме, с ППШ на плече, за ним тащился парашют, и, значит, Мюллер там говорит, ну, почему вы его не арестуете, ну, а он выкрутится, да, вот этот старый анекдот про стилю. И все было сделано так, что на самом деле не надо считать их полными идиотами. В ГРУ есть очень серьезная служба нелегальной разведки, которая, кстати, доказала, что она работает. Она там, какие-то аргентинские люди, какую-то тетку в Италии нашли. То есть, в принципе, у них там есть довольно много в нынешних условиях приличных нелегалов. Если бы им надо было там приехать в Лондон, убить этого Скрипаля и не оставить следов, взяли бы иностранные паспорта, запустили бы их через, пропустили бы через пять стран, в каждой из пяти стран поменяли бы им документы, следов никаких не нашли бы никогда бы никто. Этого они не сделали. Они купили билет Москва-Лондон на свои ПГУшные, грушные, грушные паспорта, которые в Беллингкет, значит, пять безработных из Лондона нашли за три секунды в любых базах дат. Это была политическая акция. Это была политическая расправа публичная над предателем. И по этому поводу у Путина сразу рейтинг повысился на 20%. Последний вопрос. В противостоянии ФСБ и ГРУ, как далеко они могут зайти? Вы верите в то, что убийство Дугина или взрыв Крымского моста это элементы борьбы ФСБ и ГРУ? Многие приписывают и Крымский мост, и Дугину именно ГРУ. Я считаю, что это элементы внутренней борьбы, безусловно. Для меня это безусловно совершенно. Потому что грузовик со взрывчаткой с российской стороны через российский КПП, когда там все охраняется, Росгвардии, ФСБ и плюс внутренним службами железнодорожными и российскими. Когда Патрушев 5 октября приезжает в Крым и проводит совещание по безопасности Крыма, а 8-го это дело все происходит, через 3 дня после этого дела, когда Путин проводит коллегию ФСБ 28 февраля, а 2 марта Брянск, то мы понимаем, конечно, что это не ответ Украины, а это больше внутренние разборки внутри. И когда Дугину взрывают в 30 километрах полета, птичьего полета от Нового Огарева, между Внуково-2 и Нового Огарева, то есть это Рублевский комплекс, где все схвачено ФСО, где все схвачено ФСБ, где всех проверяют, где камерами уставлено так, что там пописать нельзя нигде под кустом, потому что все снимается, причем снимается в стерео, сверху, снизу, со всех сторон. И из кустов. Да, из кустов. И вдруг эту дочку Дугина замочили украинские службы аж в 30 километрах от... И самое главное, вы заметили, никого же не сняли. Никого же не сняли. Абсолютно никого не сняли. То есть если бы это было по-настоящему, то вот там при Сталине теракт на мосту, вот директора ФСБ Бортникова выводят на Красную площадь и расстреливают. Просто прилюдно расстреливают. А также Золотова расстреливают, потому что всех тех, кто был обязан, и Патрушева расстреливают. 5-го числа он проводит совещание по безопасности в Крыму через 3 дня такой теракт. Патрушева расстрелять просто. Вот это Сталин. А Путин не Сталин. Мы же понимаем, он не только никого не расстрелял, а там им звездочку очередную вешают, герой России, третий герой России, там на задницу ему герой России повесит и так далее. Ну то есть мы понимаем, что конечно Сергей Олегович, последний вопрос в завершении этой темы. Вы верите в то, что в этой борьбе ФСБ и ГРУ они заиграются и дойдут до какого-то определенного предела, после которого эта борьба может стать опасной для, собственно говоря, государства и для Путина самого? Она стала давным-давно уже опасна для государства, потому что, как вы сами понимаете, у них нет никаких государственных интересов. Абсолютно. То есть они все делят бабу. но заиграться так, чтобы они будут разрушить себя, они не будут. Потому что они знают, что на самом деле это вот волки, которые делят территорию. Да, по этому поводу они просто огрызаются, они дают понять соседнему волку, что не заходи ко мне, но они понимают, что они такие же. И в этом смысле у них есть корпоративное понимание того, что они делят большую Российскую Федерацию между собой. А вот Путин, кстати, совершил самоубийственное акт, потому что он совершил то, что не укладывается в рациональность. Потому что они-то все рациональны, они все считают баблом. И вот если рационально кого-то убить, они убьют. А если не рационально, то зачем убивать человека, который делает богатым. И все. И в этом смысле они все очень, они коммерсанты, они все просчитывают риски, просчитывают интересы и так далее. Вот так построенная Путиным система убьет этого нерадивого КГБшника. С этой игры ему уже не выйти сухим. Таковы законы бандитского мира.